МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и толерады у компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуском. Харачая пора, практически усе районы Гомельской области завершили первый укос шмат ходовых трав. Призвание выратовывать життя. На передо дни дня медицинского работника наш корреспондент Олег Синцеров наведал Гомельскую больницу худкой меддопомоги. Спорт объедновывая, в регионе сёння пройшла областная спартакияда сярод громадских организаций. А зараза в гэтым и иншим больше подробязна. Господарки Гомельской области завершают нарыхтовку кормов первого укоса. 80% скошенных площадь убрано полностью. На полях застались только шматгадовые травы, насеные сенаж и полимерные пленцы. В связи с засушливыми умовами на двор, господарки так само косят травы на так званые неудобицы. С подробязностями Евгения Кухаронак. Гомельский район – поле господарцы Урыцкая. На площу у 30 гектаров убирают урожай шматгадовых трав. Великое поголовье скота у 10,5 тысяч промышает змогаться за кожную травинку. Зараз нарыхтова на 600 тонн сена. Гэта на 200 тонн больше, чем у минулом годе. В уголе, клят 3 центнера, на одного процедуника буйной рогаты живелы уже есть. Вовремя были дожди, поэтому траву в этом году лучше гораздо, чем у нас были в прошлом году. Первый укос уже сейных трав убран. Сейчас работаем по поймам, по таким более заболоченным местам. Убираем, готовим корма. В регионе ведется работа по повеличению площадь шматгадовых трав у приватности, люцерны и бобовых компонентов. Все лета малю двоя поширены палетки кукурузы на зерне. Культура засухоустойливая и урожайная. Минавито тому на ее зроблена ставка. Уже несколько дней в регионе тримается спякотное и сухое надворье. Однако до складанного агрометеорологического становища аграры подрихтовались загадя. В Гомельской области есть страховой фонд по семенам. Сгоревшие посевы будут пересеваться однолетними культурами на кормовые цели. Это такие культуры, как пайза, проса, редька масличная и группа крестоцветная. Рапс, сурепица. Господаркам региона поставлена задача нарыхтовать не меньше за 30 центнеров травяных кормов на одну умовную голову буйной рогаты живел. Есть районы, где до плана рухаются больше мклива. До приклада у Житковицким приступили до другого укоса. Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадо «Компания Гомель». Где вот такую спякоту отпочивают гомельчане? Частей за все на пляже. Например, прозгородские, которые находятся на другом березе парка, за день проходят, а доклад не проплывают, около 7 тысяч человек. А кольки людей, выбирая несанкционованное место для купания, подлечить складана. А лисачить за такими товарищами треба вельми пильно. Каб потом их не воротовать, лев ж загаде попередить, что купание в таких местах заборонено. Марина Джалая разом со службами профилактики побывала в рейде по стихийных местах летнего отпочинку. На слубку термометра плюс 33 – самый час для пляжных отпочинку. Але кому загорать и купаться, а кому пильно назирать, каб не здарылась трагедия. И коли на офицейных пляжах за ягоноведбольниками наглядают специалисты освода, то у несанкционованных местах с допомогой, коли я нас потребуется, можно и не поспеть. На патрульном катере подплываем до молодого человека, які заплывы робить на глубине вокруг своей лодки. Гэта заборонена. Мужчина спокойно принимает заувагу, продъявляя документы. Теперь я буду, как все, с берегов, в установленных местах, где стоят эти зонтики, где дежурят спасатели с бело-синими лодками. Большая им честь и хвала за то, что берегут нашу жизнь. Большая из порушальников – те, кто купается на непростосованных участках водоемов. На питание специалистов, чему не пошли на офицейные пляжи, люди дают розные отказы. Нехто побоч живее. Некому вода сдаётся тут больше чистой. Инши просто любят отподшивать у одиноте. Кожному подчас рейду специалисты раздают памятки о беспечных поводинах на воде. Особливая увага – да подлетков, які лечат себе вельми самостойными. Мы обращаем ваше внимание на то, что купаться в этом месте нельзя. Отдыхайте, пожалуйста. Играйте, загорайте. Но за купание может наступить административная ответственность. Всё понятно. Деньги же не лишние, правда? Да, я согласен с вами тут, но мы больше не будем. Специалисты не стомляются нагадывать людям, где можно купаться и как правильно поводить себе на водоёмах. А те откладеться, такая информация у свядомости гарантий нема. Тому вельми важно, как со своими детьми-подлетками на эту тему ухудрали батьки. Маленьких детей тримали на отлеглости вытягнутой руки. И как сами отподшивали там, где дозволено. Где при необходности пройдуть надо помогу. Сегодня были посещены пляжи как официального насыщения, так и неофициального. Конечно, профилактика – это наше главное оружие в борьбе за безопасность наших граждан. Но, конечно, бывают случаи, что людям объясняем, пытаемся донести важную информацию. Но наши граждане делают, как удобнее им, как им легче. Идут на те же самые места, не установленные для купания, всё равно купаются. С начала года вода забрала жителей 16 жахаров Гомельской области. С их трое – дети. Что тычется дорослых, то многие из них находились на водоемах в нетверозном стане. А сейчас при такой спякоте дреном может стать и без спиртного. Тепловые и солнечные удары – вельми небезпечные для человека. Специалисты закрекают не заплывать далеко от берега и по мягчимости избегать наведывания пляжей в самые городские годины дня. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельской области до субботы уключна протягнули оранжевый узровень небезпеки. Температура протягивает быть рекорды. По ветрам местами прогреется до 34 градусов. Каб позбегнуть наступства успехи, медики рекомендуют без особливой потребы не выходить на улицу за 11 ранницы и до 5 вечера, пить больше ваткости, а так само выключить с рациона тлустые, смаженные и солодкие стравы. За высокого узровенью пожарной небезпеки во всех районах Гомельской области дейничая забарона на наведывание лесов. Находуемся отшить за ситуацией можно на офицейном сайте Минлясгаса у разделе «Карта забарона». И еще одно поведомление. По информации Гидрометцентра обвешено штормовое попереджение об несприяльной метеорологичной изъяве. Сегодня на большей части территории Гомельской области и в городе Гомели чекаются на больнице. Месцами макчима шквалистая узмацнение ветру порывами до 15-20 метров за секунду. В особных районах Град. Навальничная обстановка захавается до 23-х годин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Канкама Сергей Андреев. Номер телефона 51-45-58. В неделю белорусские медики означают свое профессийное свято. А в запотребованности в громадствах этой профессии можно мерковать по таких личбах. Только в минулом году Жихары Гомельской области наведывали стационарные установы около 300 тысяч разов. При этом для повышения якости и доступности обслугования для больницы-поликлиник закупили новое обсталевание больше, как на 22 миллиона рублей. На передании дня медицинского работника наш корреспондент Олег Синцеров наведал одну со старейших установ Галины – больницу Худкой меддопомоги. Надпись «Земская больница» на одном из корпусов Гомельской больницы Худкой меддопомоги выявили подчас работных работ в 2012 году. История установы – это история становления медицины у всей Гомельщины. За час ее деятельности тут значились в себе профессии сотни талиновитых врачов, медсестер, санитар, минавитое гэта будынок был узведены у 1903-м, а прас 10 годов на сродке княгини Паскевич побачь открытия яща один, больше ведомый, як шпиталь. Гэта и мармуровая лестница 106 годов для работников больницы Худкой меддопомоги и на свой соблевый символ стабильности и переименности поколению, починаючи с 2013 года, будынок выкрыстосся, выключена у якоси меддопомоги. Сегодня в былым военном шпитале проходит курс лечения «Звычайное гомельчание», а не ведомый он не только своей истории. Некольких годов тому, минавито в этом будынку открыли эндоскопичный центр, что дозволило знизить конкурс раковых захворываний у кишечника. Гэта соправдаизначная проблема у вынеку, крыху больше 4 тысяч проведенных тут обследований у медики выявили, кле 400 человек, які имели пертераковые симптомы, пасля оказанной допомоги, яны лечатся полностью здоровыми. Мы имеем возможность удалить эту опухоль на стадии предракового заболевания и фактически подарить человеку жизнь. Причем делаем мы это все одномоментно в нашем центре. Делаем мы это все безболезненно, делаем мы это все без длительной госпитализации. Усего больше широкое применение сучастных технологий, адмитная риса белорусской медицины и гомельская больница худкой медицинской допомоги не выключения. Новое обследование дозволяя проводить высокотехнологичные складанные операции. При этом администрация больницы подкресливать установа, не споняя, оказание посох не на хвилину и на просу круглосуточно 7 дн на 3 день. Технический уровень нашего учреждения позволяет выполнять практически весь перечень экстренных хирургических вмешательств, включая травматологию, урологию, гинекологию, круглые сутки. Для этого у нас есть все необходимое оборудование и более 35% наших операций, которые мы выполняем в год, выполняются с использованием высокотехнологичного оборудования. Олег Синтеров, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Экономика, духовность и культура – драйверы развития регионов. Международная конференция, которая сегодня пройшла в свободной экономической зоне «Гомель-Ратон», собрала представников бизнеса, а также государственных, социальных, адукационных и духовных установ Беларуси, России и Украины. Назва форума каже сама за себя. Экономика, духовность и культура – это главная в развитии регионов. Подчас встречи ее участники шукали агульные пункты сутыкнения в этих сферах. На конференции были представлены все накерунки деяностей трех краин – от промысловых предприемств до громадских организаций. Сустреча была первая, и тому больше походило на знаемство. В планах проводить такие конференции что год. В межах этого формата представники регионов с разных краин будут знаемиться, супрационничать и развиваться. Есть бизнес жесткий, когда не соблюдаются никакие правила, когда обман на обмане лишь бы только заработать. Это неправильно. Мы здесь хотим показать, что можно честно вести бизнес. Мы привезли сюда малый и средний бизнес. Это драйвер экономики в том числе. Потому что, как я уже давала интервью и говорила, мы очень гибкие. Мы можем подстраиваться под любые изменения в законодательстве. Мы даем рабочие места. И это точно так же и в Беларуси, и на Украине. Поэтому это очень важно. Женское движение, которое сейчас поддерживается всеми государствами – и Беларуси, и Украины, и России. Другая областная спартакеяда сиротгромадских объединений проишла сёння у агрогородку Новая Гута Гомельского района. Спортивное свято выник домовое в супрационнистве, якусь заключили БРСМ, Федрация профсоюза в Беларуси и Беларусское объединение ветеранов. Всё лето до их так само долучилась команда Беларусского товарыства «Червоного крыша». Удельники споборничали у восьми дисциплинах – питанг, домино, настольный теннис, шашки, шахматы, волейбол, стральба с пневматичной винтоки и дартс. Программа складена таким чином, как ни узрос, ни физичная подрыхтовка не давали пироваки. Мы раньше были комсомольцами, мы были все члены профсоюза, а сегодня стали ветеранами. И так что и те комсомольцы сегодняшние, и профсоюзы, они будут ветеранами. Но мы с удовольствием принимаем участие и наши активисты в этих соревнованиях в меру сил и возможностей. Такие спартакиады, они позволяют нам в неформальной обстановке познакомиться со своими коллегами из других общественных объединений. И это, наверное, самая главная суть этого мероприятия. То, чтобы кто-то стал первым, вторым или третьим, это тоже хорошо. Но самое главное, чтобы мы познакомились больше с коллегами из Красного Крестра, с профсоюзов, с союзов ветеранов. Ведь нам вместе реализовывать, в принципе, молодежную политику, да и, в принципе, политику общественных объединений. Это на благо нашей страны. Поэтому нам надо дружить и вместе делать общее дело. Поза конкурсом команды так само провели товаристский матч по футболе. Головное мыто с поборництвом не выявить мощнейших, а добро провести час, погутор, идти наладить еще больше. Шильный диалог по межрозными поколениями. В преддверии таких прекрасных соревнований, которые пройдут в Минске, да, вообще европейские наши игры, мы продолжаем нашу традицию. Второй год уже вот у нас спартакиада общественных объединений Гомельской области. Это решение трех общественных организаций. Я очень рад, что это продолжение идет, и что это из года в год будет подкрепляться еще другими участниками. Вот в этом году у нас присоединился Красный Крест. Дай Бог, на следующий год будет еще больше общественных объединений, и оно будет расти и процветать. По выниках у всех споборництва третье место заняла команда БРСМ, другое – объединение профсоюзов, гоноровое первое место и переходный кубок у областной ветеранской организации. Это и так сама иншая новинка вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. Дякую вам за увагу и до новых встреч у эфиры. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Гомеле скоро начнется суд над убийцами пенсионерки, которые задушили женщину в ее квартире и вынесли ценные вещи. Преступление отличается особым цинизмом. После убийства бывшие рецидивисты завернули погибшую в ковер, запихнули тело под кровать, а сами продолжили застолье. Один из фигурантов уголовного дела снимал у пенсионерки комнату в ее просторной квартире. А 26 декабря прошлого года пригласил к себе знакомого и стал распивать с ним спиртное. В процессе застолья обвиняемый квартирант сказал своему знакомому о том, что в квартире имеются различные деньги и ценности у потерпевшей. Вступив в преступный сговор, обвиняемые напали на потерпевшую, начали душить ее руками, проводом, после чего нанесли многочисленные телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия. Тело решили завернуть в ковер, который стоял в коридоре, но перед этим снялись погибшие драгоценные серьги. После этого преступники похитили все сбережения пенсионерки, украли столовые приборы, икону, бижутерию и норковый полушубок. Всего вещей и денег на сумму в 9 тысяч рублей. После чего они тело в ковре положили под диван в комнате и в этой же комнате сами заснули. На следующий день, проснувшись утром, они отдали в ломбард норковый полушубок и сережки. После чего вернулись в квартиру, достали тело из-под дивана, положили его в комнату потерпевшей, закрыли ее на ключ и покинули квартиру. Злоумышленники скрылись в Будо-Кошелево. Там их и задержали оперативники. Всего по делу было проведено более 20 различных экспертиз. Часть имущества, включая икону 19 века, была возвращена родственникам погибшей. Уголовное дело возбуждено по четырем статьям. Основное обвинение бывшим уголовникам предъявлено за убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем и совершенная группой лиц. Банальное какое-то обогащение свое личное, нахождение в состоянии алкогольного пенения, в первую очередь, способствовало этому совершению. Плюс, имея уже опыт судимости, скажем так, в том числе и из особо тяжких преступлений, был выбран самый, наверное, жесточайший способ совершения этого преступления, то есть лишения жизни человека. В жлобе несколько дней искали пропавшую девочку и нашли ее за 700 километров от дома. Семилетняя Елизавета Киричук найдена живой и здоровой. Мать и отец ребенка лишены родительских прав. Девочка проживала с бабушкой и дедушкой. 12 июня они обратились в милицию с сообщением о пропаже внучки. Ребенка искали больше суток и нашли в России, в Тверской области. Оказалось, что на улице к ней подошла знакомая родители, увела ее на трассу, поймала попутку и увезла ребенка в неизвестном направлении. О местонахождении гражданки сообщили российские полицейские. В мотивах похищения будут разбираться правоохранители. Известно, что вместе с бабушкой они поехали в город Старицк, чтобы забрать ребенка. В Добружеском районе на нулевом километре трассы М-10 ГАИ Гомельского региона и ГИБДД Брянской области России провели совместную отработку и обсудили вопросы взаимодействия. Цель встречи не только напомнить водителям о недопустимости нарушения ПДД, но и оказать им правовую поддержку. Такие мероприятия, по мнению инспекторов, повышают профессиональную грамотность автолюбителей и положительно влияют на процесс укрепления взаимоотношений автомобильных инспекций соседствующих областей союзного государства. К этому часу вся информация. Следите за происшествиями региона вместе с Де-Факто. До свидания. Эфир телеканала Беларусь и Терегомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В эти выходные пройдут очередные поединки 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Мозорская славя после двухнедельного перерыва примет на своей площадке Слуцк. Футбольный клуб «Гомель» сыграет на выезде с лидером чемпионата Брестским «Динамо». Матчи пройдут 15 и 16 июня. Начало в 19.00 и 20.45 соответственно. Напомню, сейчас в активе условий 16 очков у «Гомеля» 7. Клубы занимают 7 и 11 места. Определились пары в одной 16-й Кубка Беларуси по футболу. Жеребьевка прошла сегодня. Все команды были разделены на две корзины. Одну составили представители высшей лиги, а вторую – остальные участники, пробившиеся в 1.16 финала. По итогам жеребьевки Мозорская славя едет в гости к столичным Крумкачам. Ричицкий спутник на своей площадке встретится с чемпионом Беларуси Борисовским Бате. Гомельский локомотив примет в гостях Городею. Футбольный клуб «Гомель» отправится в гости к Сморгоне. Напомню, 1.16 состоит из одного матча. Все встречи состоятся 27 и 28 июля. Завершилась республиканская спартакиада школьников по гребле на байдарках и каноэ. За призовые места на турнире боролись юноши и девушки 2004-2005 годов рождения из шести регионов Беларуси и Минска. Гомельскую область представляли сильнейшие спортсмены региона и победители республиканских турниров. В общекомандном зачете первыми стали хозяева соревнований команда нашей области. Серебро досталось дружине Минской области бронзо-бреской. Также все 16 представителей гомельской команды получили звание чемпионов. Ну, вчера я была вторая на 500 метров в одиночке. И в четверке мы выиграли с отрывом большим. Мешала, конечно, жара. Было очень жарко. Но соперники все сильные. Все боролись. Мы выиграли с большим отрывом. Немного шатались, конечно, но это как всегда. Ну, так получилось. Ну, вообще я рады, что проехали хорошо. По итогам соревнований лучшие спортсмены получат шанс попасть в резерв сборных команд Беларуси. Гребцов этого возраста ожидает также спартакиада среди 30 команд детско-юношеских спортивных школ. Она пройдет в Бресте. Более 1300 человек будет задействована в церемонии открытия вторых европейских игр в Минске 21 июня. Идея церемонии открытия – рассказать всему миру о Беларуси и ее истории. Сценарий разрабатывался российско-белорусскими специалистами. С белорусской стороны выступил Александр Вавилов с российской Алексей Сеченов. Отмечу, работы по монтажу сценического оборудования идут по плану. Уже смонтирована тросовая дорога, работают бригады по наладке света и установке звука. Вторые европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова